летние топики продолжаем эту тему потому что как бы топиков нужно много и разных сегодня я покажу как от базовой основы скроить топик или если у кого нет базовой основы вы сделаете себе выкроечку которую я давала вам без выкроечек вот такую вот полочку и спинку как от обычной выкроечки скроить на топик драпированный по центру переда у нас есть вот такой трикотажик его пока сейчас откладываю такая мелкая 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 зеленая клеточка но это тоненький такой трикотажик я его пока откладываю он очень тянется вот поперек поэтому нам это очень удобно топик будет выглядеть вот так без рукава не длинненький от талии 15 сантиметров всего я краю весь перед открыт центр переда потом присобран а вот этот вот край который я пресса при соберу не по самому краю он вот так вот будет тут свисать такой немножко таким вот забор сборочкой сейчас я начну работать вам покажу перед нами базовая основка моя полочкой спинка вот у меня линия талии от талии вниз 15 сантиметров вот тут 15 немножечко здесь срезала по 0 7 примерно потому что трикотаж чуть-чуть вот так ушла в минус но абсолютно минимально и хочу сделать чтобы у нас вот этот центр был весь драпированный для начала вытачку вывожу на центр переда и ее закрываю сейчас пойдем в порядок плечи и вырезки сделаем драпировку потому что думаю что как бы тоже это очень многим подходит эта модель особенно это подходит конечно тем кому что-либо надо скрыть а скрыть нам всем что-нибудь надо прямо скрывать скрывать сложили вместе начало плеча вот основание шеи от срезаем 4 сантиметра вытачку игнорируем вытачки нет это трикотаж сзади вот так вот немножечко открываем но вот так чтоб не в самую шею а впереди углубляем на 14 сантиметров вы себе вот эту точку сами определите теперь немножечко срезаем плечевой шов вот видите да чуть-чуть сантиметра полтора оставляем то плечико какой вам хочется например да вот здесь ничего нельзя связать только вот здесь ровная линия и здесь снимаем столько чтобы вот эти вот эти отрезки совпали потом поздно будет когда вырезали ткань и неизвестно там где больше где меньше самое хорошее сейчас работать с этим уже я не раз говорила еще говорю вытачки не будет потому что трикотаж вот видите все у нас здесь совпало спинки вот это место опасно открывать я уже говорила тут у нас излишества всякие даже когда молодые не обязательно вот здесь открывать а вот здесь можете открывать сколько угодно на полочки тоже вот здесь опасно открывать сверили наши плечики чтобы они были одинаковые все в порядке сейчас спинка а стой готова остается вот как она у нас есть мы так и и краем две детали сошвом по спине а вот переднюю часть мы драпируем раскрываем для драпировки сколько открывать отвечаю сколько угодно она может быть минимальная средний очень большой вот всякой 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 абсолютно это так кажется что это сложно на самом деле вот ничего сложного в этом нет а потом это все мы присоберем обратно сейчас я вам объясню ситуацию посмотрите сейчас мы откроем нашу переднюю часть вот этот центр переда вот он центр переда сколько отвечаю сколько угодно сколько вот вам вздумается вот столько вы открываете можно очень большую делать драпировку если очень тонкий трикотаж можно так себе пить у нас вытачка вытачка у нас в этом всем вот как бы вот даже мало видно что тут вытачка вот видите что приоткрыла приоткрыла а сейчас я вам покажу как из этого всего вот из этой всей лапши сделать готовую нашу выкроечку по которой мы уже можем накладывать на ткань я почему сейчас делают цельную выкройку потому что такую вещь очень многие захотят и может быть даже мы сами захотим не в одном цвете и пожалуйста у нас будет от наша готовая выкроечка открывайте сколько вам вздумается вот у нас линия талии вот она у нас рисуем наш вырез наш центр переда вот эта линия это у нас центр переда конечно сейчас я сниму и более выведу покрасивее линию но пока вот так вот хотя бы вообще такие топы длинные как бы не бывают но включайте голову если допустим его продлить до колена можно и платье такое сделать вот линия талии хочу чтобы такие простейшие драпировки мы с вами уже научились делать вот смотрите передняя часть нашего топа вот это центр переда но помним что вот здесь мы будем шить машинкой по этой линии и стягивать а еще нужно такая свисающая деталь сейчас я вам ее нарисую вот прямо 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 по этой линии мы будем сострачивать на машинке и стягивать нашу сборку чтобы у нас был весь перед задрапирован вот наша прайма вот видите куда она выгнулась но она в хорошем состоянии все то же самое вот наш боковой шов когда стянем переднюю часть он выровняется у нас вот это вот у нас боковой шов теперь смотрите ну сколько я хочу чтобы у меня вот тут свисала но у меня вот столько по бумажке получается ну пусть будет восемь с половиной сантиметров а вы же будете делать сколько вам захочется любую вот эту вот деталь которая у нас будет свисать вы будете делать столько сколько вам захочется вот тут у меня не хватает я это на ткани буду видеть это вот часть соберется и пришьется а это вот такая со сборится и будут две детали вот так по центру переда висеть сейчас я вырежу покажу вам готовую выкройку ну вот уже в принципе я могу резать обратите внимание вот на эту точку это конец выреза следующее пойдет вот так вот это начало начало нашего центра переда впереди вот здесь вот над грудью вот она эта точка центр переда совпал в начале выреза моделирование на самом деле просто надо усвоить его приемы как вообще моделировать вещи и тогда вы будете моделировать все что угодно потому что моделирование такое дело его нельзя взять выучить как же нам моделировать вот тут уголочков не хватает но на ткани мы будем добавлять низ изделия низ переда боковой шуф пять минут и наша выкройка готова новая мы ушли от основной полочки сделали вот такой драпированный центр переда а дальше на что вам фантазии хватит можете сшить рулики втянуть и завязывать можете просто сделать имитацию что она вас стягивается на ролике на самом деле ее прошить и укрепить на какой-то ленте все что угодно вот наша спинка вот наша полочка когда тут у нас вот все стянется вот так вот мы стянем задрапируем то у нас эта часть выровняется и она обязательно должна быть равна вот этой нашей боковому шву боковые швы обязаны быть равны но вот сейчас наша выкройка выглядит так спинка полочка боковой боковой плечо с плечом совпадает вырез уже мы отработали несколько минут и у нас все хорошо мы готовы кроить показали вам космоделировать тупик на следующем занятии мы с вами раскроим примерим на себя думаю что очень многие сделают себе подобную вещь у кого нет базовой основы 10 мерок есть у меня уроки как делать выкройку без выкроек как скроить на себя основку полочку спинку вы все то же самое сделаете самое главное самое главное чтобы у нас была цель быть разнообразными и самое второе не лениться и уходить от теории к практике да такой топик может быть и белый и красный и синий и как бы из разного трикотажика черный очень хорошо под многое подходит его можно будет обработать тут краешки кружевом тоненьким вырез так что будем стараться быть разнообразнее всего хорошего с вами были мы паук штырина михайловна ястребов алексей